Привет, Goodgame. Мы на Road to Moscow. И сейчас пообщаемся с главным идейным вдохновителем, комментатором и вообще главным здесь человеком. Помидор, привет. Привет, Ян Афтыч. Ну, по поводу главного не совсем правда, потому что Красти Крабс, Илюха, вообще меня надоумил на это все. Вот это мой друг, который теперь в Москве живет, раньше на Украине жил. Ну, и я как бы поддержал эту идею. И изначально мы планировали в другом месте сделать хуже место, и призового мы собирались собрать всего 15 тысяч. Но в итоге получилось вот так, помасштабнее, и место интересное как бы. В общем, я рад, что так вот заморочились мы с ним. Сейчас уже полуфинал, да, большая половина турнира прошла. Проскажи свои впечатления. Все ли это получилось? Были какие-то неполадки? Ну, вообще, да, были и со звуком тут в зале неполадки. Но там быстро все пофиксили. Вот. Много игр не стримится. Вот что плохо, конечно. Я там просил Псин-Сина постримить, но он там ему уйти вынужден был. То есть все не осветить получается. А так уже, да, полуфинала Венеров. Сейчас уже, конечно, получится все постримить дальше. Ну, надеюсь, не последний, ладно, и дальше лучше будет. Хотелось бы в будущем, конечно, так сделать, чтобы, ну, больше игроков приехало. Потому что здесь у нас 70, и так такое с лишним 75 человек было. Получается, количество которого я не ожидал вообще, как бы, вот, и никто не ожидал, по сути дела. Но Браток не приехал, из Украины люди не приехали. То есть надо побольше кэш-призовой делать, чтобы мотивация была. Ну, вот, спасибо еще ребятам из ФКС, Ирбису. То есть он нам и компьютеров на 10 увеличил количество, получается, и судей прислал. То есть все очень оперативно, прямо они четко все делают. Ну, вот, надеюсь, получится сотрудничество какое-то в перспективе. И, ну, сделаем какой-нибудь турнир помасштабнее, чтобы, может быть, с отборочными онлайн, чтобы привезти кого-то там, может быть, с открытой тоже. Ну, пока не знаю ничего по этому поводу. Вот, ну, вообще хотел, то есть если даже с ФКС там не особо будет получаться, то обязательно, ну, к осени тогда будем собирать на новые ланы. В общем, такой вот, ну, думаем, что к осени. Потому что летом, то есть получается, очень много молодых игроков. Они могут куда-нибудь уехать. Наверное, в сентябре тогда уже будем что-то делать. Вот, а так, надеюсь, получится. Также прорекламлю сразу, что 13 мая будет в Баркрафте. Вот у Иваныча, там многие знают уже, где это по ремастеру этот турнир по Старкрафту. Ну, то есть там проще провести, там интернет не надо, как бы много его. Вот, приходите, кому интересно, там 20 тысяч точно призовой будет. Может быть, он и увеличится. Вот сегодня мы еще это вечером обсудим. Но уже дата точная получается. Так, к слову, здесь Брус Брейн присутствует, поэтому есть некоторые перспективы. Давно мы с тобой не общались. Как жизнь вообще? Хорошо. Скоро пять лет дочки. Время летит просто невероятной скоростью какой-то. Вот, и надо больше сделать, успеть, как бы, за это время. Ну, и Старкрафт вроде как бы, да, то есть сейчас фри-то-плей, очень много молодых игроков. Будем стараться развить. И вроде как и многие комментаторы, стримеры сейчас, то есть начали турниры делать. Надеемся, что так будет хорошо. Ну, а все про Старкрафт, а так нормально все, как бы, вроде. В жизни, в Пскове живу. Никуда не собираюсь вроде как пока оттуда. Вот, ну. Я знаю, ты скоро будешь на выставке или что это будет? Авиашоу? Да, тоже могу прорекламировать для любителей авиации. Вот, кстати, тут приехал даже человек. Вот он сам Старкрафт играет, меня смотрит. Получается, привез мне календари очень прикольные, авиационные. Он сам работает на заводе, где авиационные ракеты делают или там головки самонаведения. Я даже точно не скажу, как бы. Вот. По-моему, полностью там весь, всю продукцию, как бы. Вот. И 12 мая, да, будет в Кубинке авиашоу. 80 лет ЦПАД. Вот. Центру подготовки... Так, ЦПАД. Авиацион... Ну, короче, что-то я забыл аббревиатуру. Сейчас устал уже, на самом деле, сегодня. Центру показа авиационной техники. Вот, 80 лет в Кубинке. И, ну, туда поедем тоже, и уже пойдут люди точно, как бы, со мной. Илья там, Арам тоже, вот он смотрит, ну, стримы. Мы с ним уже не раз гоняли и на Макс. Кому интересно, можете туда приезжать, там точно круто будет. По авиации, как тебе сейчас состояние наших авиавойск? Ты ведь сидишь за прогрессом, за потенциальными друзьями. Угу. Ну, это не мне оценивать, как бы, есть летчики знакомые у меня, да, тоже. Кстати, Красти Крабс один из них получается. Вот. Сейчас не летает, к сожалению, пока. Ну, как, много серийно чего строится. Темпы не советские, конечно, но будем надеяться, что все нормально будет. Ну, как обычно, много и все пропальщиков, что называется. Это все диванные бойцы, как и я, в принципе. Поэтому, я думаю, все нормально будет. Политоту затрагивать не будем. Сегодня, тем более, события были, которые там в сети уже бурлит все, как бы. Вот. Думаю, что все нормально будет, как бы. Никто нас, никто нам ничего не сделает. Давно хотел тебя спросить, как ты думаешь, почему ремастер тут не зашел? Ну, я не знаю, как. Вообще, конечно, и я сам надеялся, что как-то побольше, да, будет движение. Но я говорил сразу, то есть, это больше для Кореи. Как вот, а как он зайдет, допустим, в Старкрафте втором? Сейчас уже, то есть, началось осознание и даже, ну, Близзарда особо не началось. Ну, вот, по крайней мере, у тех, кто в своих регионах там стримит, комментит игроков, там, кто поддерживает, допустим, что нужно свой регион, да, развивать, получается. И тогда будет всем интереснее, все будут в выгоде. А в ремастере это там только Корея, получается. Как и раньше было, а сейчас, тем более, когда уже столько лет прошло. Ну, то есть, это надо, что, заставить людей играть в ту игру, чтобы они получили уровень, да, конкуренцию жесткую. То есть, будет, ремастерит будет приходить, ну, то есть, фулдскульные ребята биться, как бы. Это будет всем интересно посмотреть, безусловно, как бы. Но на конкурентный уровень уже скорее не выйти, как бы. Да и в другие игры надо выходить. Ладно бы там, если, ну, призовые какие-то гигантские делали, но то тоже смысл какой в этом получается. Тут, наверное, он параллельно второму Старкрафту будет, но молодежь вот во втором Старике, вот что надо поддерживать. То есть, дело даже не в игре, а в том, что, ну, игроки. Это же, получается, Старкрафт мы любим, как бы, ну, не из-за того, что там какие-то юниты передвигаются, а именно уровень. А уровень – это игроки, получается. Да, и очень отрадно здесь видеть очень много молодежи, смотря на то, что в сборной у нас, да, старички. Слушай, ну, сборная, вот, Nation Wars, это там просто голосуют так, да, по известным никнеймам, получается. Поэтому и надо сцену больше, как бы, там освещать, да, кто там молодой и т.д. Кстати, много очень работы проделали. Всем спасибо, там, различные команды, да, то есть, что, ну, вот, показали, какой у кого ММР, там, за кого лучше голосовать, получается. Вот, а много очень перспективных игроков тут. Ваня, там, и Кулси, да и все, и там, и Скиллос, и Неразим есть очень молодые ребята, как бы, там, Верди, там, ну, он, как бы, получается, постарше немножечко, да, но тоже уровень хороший. Просто, как я уже повторюсь, это уже баяном стало, что, ну, то есть, команд нет, курс доллара жесткий, LAN саппорта нет у игроков, то есть, а куда надо ехать, то есть, на LAN туда, то есть, получать опыт, как бы, ну, а чтобы без, ну, то есть, получается, как мы можем помочь, да, то есть, это рассуждать можно долго. То есть, делать здесь LAN, да, то есть, чтобы опыт был у игроков там, да, и, может быть, кто-то будет интересоваться, кто-то выйдет на нормальный уровень, то есть, не будет команд, где там много игроков, но кого-то одного, там, на поддержку, Может кто-то возьмет, да, вот Верди, например, сказал, что вот Гера его опять, например, поддерживать начал, значит мы увидим его где-то там на LAN-турнирах То есть у нас только Блайз-командой получается, он и демонстрирует самый большой уровень игры, то есть типа стабильно он там где-то на ВЦС присутствует Скиллос, Култи, хотят сделать Тим Хаус в Питере перед Валенсией, но вот хотел бы с тобой об этом поговорить Они говорят, что Пладдер лучше, чем в кастомке, то есть они хотят по большей степени просто приехать, собраться и рядом поиграть в Пладдер Что ты можешь на это сказать, зная, как обготовились чемпионы? Не, ну тут с первым стариком не надо сравнить, там просто и не было этого ладера, да, как бы Ну как сказать, то есть, ну, ладер, да, можно и на ладере трениться, получается, много кто доказывал это Но если выйти на уровень реально высокий и готовиться под какие-то матчи, то, конечно, кастомки лучше Чтобы скрыть там, да, что-то, чтобы тебя в ладере не спалили Но если взять, допустим, ну, то есть там Тим Хаус, да, какой-то буткэм, то нужно же, чтобы все там расы присутствовали То есть, ну, то есть это надо минимум там 6-7 игроков, чтобы друг с другом играть, а это уже сложно получается Вот, но в плане подготовки кастомки, они как бы как отдельная, получается, такая вещь Можно вообще ими обойтись, ну, то есть если игроки хорошо играют, чисто кастомки играть, друг другу уровень поднимать Но в ладере ведь, то есть разного стиля игроки, то есть кому там подстроиться нужно, подготовиться Ну, нужно и то, и то как-то совмещать, вот Ну, а по поводу буткэмпа, хорошо, если у них получится Сейчас просто тоже вот человек здесь, мой тоже знакомый, хороший любитель Старкрафта Саня Кул, вот, у него здесь дом есть, Балашиха, и там где-то тоже рядом, он тоже хочет Тим Хаус сделать Как бы, может быть, если я вот останусь до Стрим Феста на эту неделю, там что-нибудь и посмотрим Ну, то есть если обсудим с ним, да, как бы, и может быть, кого-то позовем из игроков туда, например То есть, ну, я пока не хочу про это ничего говорить, потому что сам ничего не знаю об этом Просто многие уже из старых игроков, они, ну, то есть я уже чисто комментирую, так, иногда поигрываю, да То есть, ну, не пытаюсь даже там какие-то в ладере высокие места проинтересовать, не говоря уже о поездках на какие-то турниры Многие там играют, ребята, да, еще у них ММР вроде неплохой, но, то есть, заработок уже со стримерства идет То есть у них нет рвения того, как раньше, да, когда молодые были Было же, ну, самое главное, что в Старкрафте, желание победить, да, как бы игрока, интерес к игре, там, все изучить, вот это все То есть этого нет, это у молодых больше игроков будет проявляться Вот, ну, они до определенного уровня должны доходить, но потом-то их должен кто-то в правильное русло направлять Потому что команда, это же не только деньги и, там, поездки на лан Это и какие-то, там, более опытные игроки, там, тренеры сейчас же уже, ну, год-то 2018-й То есть не дадут расслабиться, там, где-то раздолбайствовать, там, ну, вот для этого тоже нужно это все, как бы Не знаю, может быть, ну, не знаю, ничего не хочу загадывать Надеюсь, что улучшаться будет вот этот климат или как это назвать Ты мог бы стать тренером, учитывая, что ты учился на преподавателя и здорово знаешь механику Старкрафта Не, ну, попробовать можно всегда, как получаться будет, не знаю Мне самому это было бы интересно для того, чтобы, как бы, и самому себя совершенствовать в чем-то И, ну, то есть ответственнее быть, грубо говоря Потому что, ну, то есть дома там сидишь, стримишь, там есть момент, где расслабиться, пораздолбайствовать Там, ну, ну, как бы, просто пока это не нужно нигде и никому То есть будет уровень, я думаю, что пока на этом этапе надо как можно больше онлайн-турниров и ланов попытаться организовать Будем пробовать, как бы, надеюсь, что и другие там комментаторы, стримеры к этому подключаться и уже подключаются, я говорил, как бы, да А дальше видно будет Кстати, общался ли ты с другими комментаторами? Что они думают по поводу подобных турниров? И почему, кроме тебя, никто не комментирует? Слушай, я не знаю, ну, Magic.ua предлагал, то есть он там, ну, там такие вот эти внутри комьюнити сраж, там, там, Култи, там, Револьвера, кто-то не знаю Вот это все знают, как бы, это, то есть у меня с Алексом 007 не очень, потому что там подмять под себя все хочет, как бы, естественно Вот, но это мешает, как бы, Старкрафту, ну, и, не знаю, я, как бы, уже давно так начал думать, что надо отбросить это, как бы, все дело, там, в принципе, да, там Кто и что срач, там, этот, надо что-то делать, как бы, это моя основная задача Ну, то есть, надеюсь, кто-то там по отдельности будет делать, да, вот это все, как бы, ну Просто у нас же, как бы, ну, не только с игроками, а именно конкретно нет же, как бы, в Старкрафте что-то такого, там, общего, какого-то турнира, да, допустим Если бы был какой-то общий турнир, ну, этап ВЦС у нас, то есть, и было бы проще, ну, там, комментатором объединиться Этого всего нет, поэтому каждый, там, по-своему делает, то есть, Алекс, ну, Алекс, там, тоже мне говорили, много онлайн-турниров делает, там, плюс, там, какие-то Ланы, да, там Ну, в будущем все, возможно, мне кажется, то есть, тут мне сложно говорить, как бы, про это, просто Старкрафт, он, вроде, как бы, много движения, но оно какое-то такое, то есть, именно, не направлено, оно Но на развитие наших игроков, в принципе, было, и, ну, будет, будет, что-то будет происходить в любом случае Какие-то финальные слова от тебя, приветы, благодарности Привет кому? Семье моей привет, конечно, вот, спасибо за поддержку всем игрокам, любителям Старкрафта Привет передаю, спасибо всем, кто смотрит меня Ну, и вообще, как бы, спасибо за то, что помогли организовать, то есть, и поддержали, да, турнир, да, кто деньгами, кто просто пришел сюда, да, там, будем пробовать еще что-то делать обязательно То есть, приходите на Лан, Лан, это всегда круче, чем онлайн-турнир, вот, это общение живое, это весело Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!